Сегодня в информационном агентстве Росбалт эксперты в сфере экологического контроля пытались найти решение одной из самых наболевших проблем – нелегальной свалки мусора, как в городе, так и за его пределами. Специалисты разошлись во мнениях, как с этим бороться, однако они смогли обменяться опытом и конкретными данными. К примеру, сотрудник Центра экологической безопасности РАН Юрий Рябов провел исследование, в ходе которого выяснил, чем же себя мотивирует человек, который выбрасывает мусор на нелегальные свалки. По его словам, нам необходимо снижать тарифы за вывоз мусора, а это возможно только при полной переработке всех отходов. Более эффективным представляется именно снижение тарифов, однако мы с вами понимаем, что снижение тарифов в настолько условиях, когда в системе снижения отходов можно получить выгоду от переработки этих отходов. То есть, для того, чтобы снижать тарифы, нам необходимо построить систему вручения с отходами так, чтобы отходы не размещались на свалках, а перерабатывались и возвращались в производственные цифры. А вот Ольга Провкина предлагает бороться со свалками более инновационными методами. В Архангельской области по этой же технологии, не на всю область, в каком-то центральном районе, как раз Архангельске, прилегающей местной мелкой поселки, деревне, на основе космических снимков, как раз была создана такая карта, которая сейчас находится в администрации. И по оценке нашей и оценке административных работников, вклад данных дистанционных наблюдений и методики, технологии, эффективность экономическая, составила 30%. Это что значит? Это значит, что и быстрее, и дешевле используются космические снимки для решения этой задачи. Руководитель «Зеленого креста» Юрий Шевчук уверен, что необходимо комплексное решение существующей проблемы. Необходимо законодательными мерами поднять цены на учитель сырье. Если возникнет высокая цена на, допустим, пластиковую бутылку или стеклянную тару, то тогда возникнут скупки в большем количестве, чем у них сейчас есть. И люди сами будут убирать за некоторые деньги тот мусор, который набросали другие, допустим, но все равно они будут убирать его с выгодой для себя. Второе. Восстановить общественную инспекцию, которая была, опять-таки, в советское время, при Всероссийском обществе охраны природы. То бишь, сделать таким образом контроль над поведением пикничников массовым, а наказание сделать неотвратимым. И, наконец, третье и последнее. Это необходимо сделать пользование природы, безусловно, платным. Не таким платным, чтобы вообще никто не мог туда попасть, а таким, чтобы люди выносили определенную плату, за которую потом за ними другие люди это дело убирали. Это будет справедливо. Сам намусорил, сам убрал. Вы можете сказать, как же так, а в городе мы мусорим в урну, кладем мусор, да? А потом мы же не платим за то, чтобы урну вывозят. Это не совсем так. В урну вывозят за счет бюджета, но все мы этот самый бюджет наполняем. Мы наполняем его, за нами убирают. В области происходит не так. Не мы наполняем областной бюджет, но за нами убирают. В этом плане необходимо сделать, восстановить как распространение, сделать пользование любыми природными объектами, безусловно, платными. Если говорить про прошлый год, то исключительно в природоохранной прокуратуре было направлено более 110 исков об обязании произвести мероприятия по уборке отходов. Здесь хотелось бы еще сказать, что для принятия мер наших абсолютно не имеет значения, является ли это крупная свалка или является это мелкая свалка. Здесь никакой разницы в плане законодательной нет. Единственный момент это, опять-таки, насколько просто или сложно для лица, на которого будет возложена ответственность по уборке этих отходов, устраниться. Потому что все мы понимаем, что это денежные средства. В качестве примера можно привести, в прошлом году на территории Волосовка района, на территории садского поселения, сельского, выявлена была свалка объемом более 8 тысяч кубов, кубометров, кубических метров. Соответственно, было направлено исковое заявление в суд, оно удовлетворено, но понимая, что единовременно администрация не сможет убрать решение суда, прописано, что данная свалка должна быть устранена путем рекультивации земельного участка. Соответственно, с проектом рекультивации земельного участка и то есть последовательным принятием мер. Администрация согласилась, что они будут принимать меры последовательные и в итоге эта свалка, которая формировалась более десятка лет, по сути, она будет в итоге устранена. Там, естественно, уже наша полномочия это контролировать исполнение решения суда, контролировать заключение договоров, соответствующих в том числе администрации с организациями, которые осуществляют сбор вывоз отходов на санкционированные полигоны, чтобы подобные ситуации не возникали в дальнейшем. В принципе, проверки на территории Ленинградской области с целью выявления свалок, они регулярны, в том числе и в этом году они уже проводятся, рейдовые проверки комитета и также природоохранной прокуратуры уже более 20 исков уже в этом году непосредственно направлено в обязание соответствующих лиц, это и администрация, и иные организации, в том числе лесорендаторы, произвести мероприятия по очистке земельных захламлений. Продолжение следует...